Итак, ребята, всем привет. Ну что ж, мы добрались до лаборатории Финиаса. Тут, я думаю, что мы, наконец, уже познакомимся с ним поближе, позадаем ему всякие вопросы, ну и внесем вообще какую-то ясность в то, зачем он нас спасал. А, ты меня слышишь? Оно вообще работает? Пропадит и пропадом. До чего громко. Опа. Все, больше ничего нету полезного. Блин, в трубу залезть не могу, а. Вот обидно. Так, вниз туда явно спрыгивать нельзя, да и не стоит, я думаю. Я просто пытаюсь обезопасить свои текущие эксперименты. И себя заодно. Так, радиомолчание на монархе у нас еще продолжается, ну ладно. Осторожно, не споткнитесь, у меня не было гостей уже, ну вообще никогда не было. О, вылком. Что-то хрюкает здесь. О, пухляк. Он не хочет с нами говорить. Копыта шишкача. Угу, плакат. 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 Ну, зачем они мне, правда я не знаю, но раз их можно взять, я конечно же возьму. Подожди, подожди, сейчас я к тебе подойду, мы поговорим. Да, я у тебя тут осмотрюсь. Себе на заметку, прибрать за свиней. Карманные часы, куча листочков всяких. Ух ты. Роботов я что-то не сразу заметил. Так. Взлом. Хорошо. Отправка ответа нет. Причина неизвестна. Я разобрался в деталях, объясню потом. Воспроизвести будет трудно. Нужна твоя помощь. Все необходимые материалы должны быть доступны в Алкионе. Но место назвать пока не могу. Спустил на Теру-2. Спустил на Теру-2 возле Эйдж-Вотера нового союзника. Он заинтересован в моем начинании. Но доверять ему можно только процента на 23. Он сейчас ищет корабль, а скоро должен ко мне присоединиться. Мне только надо знать, куда его отправить. Дай знать, когда получишь сообщение. Скорее бы все закончить. Опа, так это про нас. Вот это да. То есть он этот план вынашивал не один, получается. Он с кем-то. Но этому кому-то он не смог отправить сообщение по какой-то причине. Аккуратнее, это мой терминал связи. Да-да-да-да-да. А, вижу, ты нашел мой переносной аппарат молекулярной компрессии. Более известный как уменьшающий луч. Найди цель, направь луч в поли. Цель уменьшится до компактных размеров, после чего ее можно превратить в пюре. Не стесняйся, пробуй луч на каком-нибудь мародере. Ух ты. Орудия бездны. Выглядит забавно. Как будто из Fallout стащили. Напоминаю, 14 в этот раз, все показатели в норме. Надо запомнить. 14, 14, 14. Еще один терминал. Более четырех десятилетий оборудование этой камеры поддерживало вас жизнь. Остальные колонисты по-прежнему заточены в таких же камерах и ждут, когда вы их освободите. Выведя тебя из гибернации, я совершил величайшее достижение. Шанс на выживание у тебя был всего 28%. А, твоя старая маска для гибернации. Пришлось ее снять. Вдруг бы у тебя оказался повышенный рвотный рефлекс. Ух ты, заметки об экспериментах по выводу из гибернации. Поднимая температуру еще на 5 градусов в течение часа, дозировка кажется верной. Есть некоторые отличия в сравнении с шишкачами, но в примерно ожидаемых пределах. Микроскопирование не выявило следов травмы клеток и схлопывания клеточных оболочек. Это радует. Надо убрать за свиней. Надо осмотреть мозг, что там с нейронами. Ой, рука сорвалась. Последствия? А, ничего страшного, может сохраниться не менее левой пятки. Кому до этого какое дело? Изучаю образец. Его следы избыточной выработки дофамина и норэпинерфрина любопытны. Зато нет никаких признаков энтропийных процессов в нейронах. Очень волнуюсь. Вот бы они больше не взрывались. Поднимая температуру еще на 5 градусов Цельсия в час. Ой, забыл зонт в мозгу. Задел его локтем. Подопытный будет страдать от онемения мочки правого уха. Терпимо. Забавно говорить замороженному почти куску мяса. Все с тобой будет хорошо. Доброжелательное отношение ускоряет выздоровление. Интересный нейрохимический статус. Побочный эффекта длительной гибернации. Подопытный может страдать от тахипсихии. Обостренный отклик на стресс. Проверил мозговые волны. Заметил ускорение в процессах восприятия и мыслительных процессах. Если трогать зонт. Забавно. Скорость обработки, как у мозга, обычной мухи. Может быть очень полезна в стрессовых ситуациях. Это похоже на замедление времени. Все вокруг будет двигаться медленно. А, вот оно что. У всех на надежде будут такие же повреждения головного мозга. Или это только у него. Или только он от такого страдает. Скорее бы разбудить еще кого-нибудь с надеждой и изучить подробно. Можно ли назвать этот эффект повреждением мозга? Больше похоже на улучшение мозга. Кто станет отказываться от сверхбыстрого мышления? Может я завидую? Так можно растянуть один вдох на целую вечность. Так можно за мгновение изучить весь мир во всех его подробностях. Температура растет. Все стабильно. Никаких признаков повреждения клеточных стенок или некроза нейронов. Начинаю следующий цикл. 5 градусов за час. Да. Пожалуй, я тебе завидую. Все вроде осмотрели. А, нет, еще тут. Заметки по эксперименту. Эврика. В быстро замороженной органике восстанавливается изначальная клеточная структура. Если обработать ее раствором диметильсульфоксида. Доля массового разрыва клеток 6%. Весьма прилично. Плохие новости. Реагент трудно достать. Количество ограничено. Вероятный поставщик тетя Клео. Производство недавно было прекращено из-за тяжелых нежелательных эффектов. Нужно узнать подробнее. Так. 12 часов 12 минут. Особь вида Шишкач успешно введена в искусственный стазис. Через 2 часа реанимация осложнена. Жизненная активность организма восстановлена. Ткани мозга пострадали от резкой нуклеации. Применяю контрмеры. Так. Через 3 часа. Контрмеры продолжаются. Еще через 3 часа. Контрмеры не принесли результат. А ткани мозга необратимо повреждены быстро развивающимся некрозом. Так. Через 30 минут. Массовый разрыв клеток. Через час завершена уборка останков Шишкача с пола и стен лаборатории. А также оборудование. Так. 2 часа ночи 16 минут. С пылу с жару от тети Клео экспериментирую с частично эмульгированным заменителем сливок. Просто космос. Через 2 минуты. Состав верен. Добавлю 55 грамм эмульсии просто космоса. Через 2 минуты. Тошнотворно. Внутренняя часть умер. Себе на заметку. Добавить просто космос в список. Заметка номер 2. Докупить ополаскиватель для рта. Личные дела. Договорился о сотрудничестве с неким Алексом Хоторном. Капитаном Безнадежного. Надеюсь название корабля не отражает качество его услуг. Спущу нового сообщника в капсуле к Хоторну, как только завершится реанимация. Из капитана должен выйти приятный спутник или хотя бы приемлемый наставник. Если закон милости, фон окажется неполным клоуном. Так, ну все. Теперь точно все. Ты... Я бы похлопал тебя по плечу, если бы нас не разделяло пули непробиваемое стекло. Понятия не имею, как ты умудрился, но Херам Блайт только что прислал мне все необходимое. Судя по данным Херама, министр Кларк заказал диммель в подозрительно больших объемах, как будто прибрать к рукам все остатки колонии. Все останки в колонии решил. Как это похоже на нашу элиту? Забивать собственный склад во времена постоянного дефицита. Как только реагенты будут у меня, мы сможем реанимировать колонистов с надеждой и передать власть кому-нибудь более достойному. Так, ну хорошие новости. Ты отправляешься на Византии, красть химикаты. До чего удивительно. Так, еще раз. Вначале, что там было? Судя по данным Херама, министр Кларк заказал диметилсульфоксид. Диметилсульфоксид. В подозрительно больших объемах. Во. А что такого в этом реагенте? Будь у меня время и несколько досок для презентации, я бы расписал тебе все в деталях. Но вкратце будет сказать вот что. Ты жив только благодаря диметилсульфоксиду. Этот реагент совершенно необходим для реанимации колонистов с надеждой. Мне нужно, чтобы ты украл все, что только сможешь. Чем больше, тем лучше. Если ты не принесешь мне достаточно запаса реагентов, я не смогу спасти колонистов надежды. И тогда уже никто не сможет помешать коллегии уничтожить нашу колонию. Угу. А что за министр Кларк? Алло, Зи Кларк, министр земли. Практически в каждой колонии должен постоянно присутствовать министр земли. Кларк напрямую замешан во всех преступлениях коллегии. На каждом постановлении коллегии можно увидеть его личную подпись. Угу. Что-то у тебя все просто. О, я понимаю, что тебе эта задача кажется невыполнимой. Проникнуть в Византию, жемчужину в короне всей колонии и украсть партию редкого реагента в хорошо охраняемом поместье. Чтобы сделать невыполнимое, нужно разделить его на ряд более мелких и менее невыполнимых шагов. Ну хорошо, какой у нас план. Ах да, подробности. Я не стану просить тебя рыскать по Византию с пушкой наперевес, периодически отстреливаясь от агентов коллегии. Придется действовать хитро. Кармен Имагава, так зовут моего человека в Византии, он будет ждать тебя в доках и передаст тебе всю необходимую информацию. Я дам тебе свой старый навиключ для Византии, без него в золотой город не попасть. Еще раз, ты ищешь диментальсульфоксид, большой сосуд с кипящей зеленой жидкостью и наклейкой предупреждением. Пригодится вся, которую ты сможешь найти. Угу. Наклейка предупреждения. Что-то там про снятие с производства из-за тяжелых и нежелательных эффектов. Ничего страшного. Тебе можно украсть реагента, а не... Тебе нужно украсть его, а не глотать его. А мне нужно что-нибудь знать об этой Кармен Имагаве? Ей можно доверять, если ты об этом. Имагава лучший спецагент Византии, которого можно купить за деньги. По крайней мере за те, что есть у меня. Подожди, у меня еще вопросы. Ты же мне обещал ответить на много-много вопросов. Почему ты прячешься за пуленепробиваемым стеклом? А, дело не в тебе. Я провожу эксперименты в той комнате. Некоторые из них получаются весьма прогрессивными. Неожиданности нужно ценить. Ну, с безопасного расстояния. И вообще, здесь, знаешь ли, довольно удобно. Бобы при мне, кофеноиды тоже, туалетной бумаги полно. А у тебя есть минутка? Конечно, давай поговорим. Так, что у нас? Радио молчания на монархе. Надо пометить. Ты уже познакомился с моей командой? Нет, и я не очень старался... И я очень старался не смотреть им в глаза. О, преступник в розыске собственной персоной. Приятно познакомиться. Стоп, ни слова больше. Я не хочу знать твоего имени. Я не хочу знать, кто ты такой. Давайте не будем делать друг друга соучастниками. Пока еще можно. А ты? Что ты сразу всю колонию не притащил в мою тайную, тщательно скрываемую лабораторию? Зачем мне конфиденциальность? Действительно. Спокойно, это же все мои люди. Ну ладно, но только если ты ручаешься за них, и они обещают ничего не трогать. Как бы то ни было, я рад, что ты нашел товарищей. Уж каких... Уж каких никаких... Уж каких никаких, да. Все-таки ты талантливый ученый. Такие люди, как мы, всегда пользовались популярностью. Не зря качал интеллект. Ну да, ты прав, я неплохо устроился. Именно так, ты молодец. Кроме того, тебе до сих пор удается избежать спонтанного разжижения. И меня несказанно радует этот факт. Это уже прогресс. Ты из лаборатории вообще выходишь? Закон Всевышний. Конечно нет, в темноте эфира я не выживаю секунды. Хотя нет, вру, надо думать, секунд двадцать до потери сознания и смерти от гипоксии у меня будет. Хм, ну признайся, Финиас, как ты же тут должен развлекаться? В молодости я иногда позволял себе мыльные оперы по эфировизору. Теперь нет, это всего лишь пропаганда коллегии. Мне ни к чему промывка мозгов. А в ответ на твой вопрос я предпочитаю оставаться в лаборатории. Слишком много дел. Колонисты с надеждой сами себя не разморозят, знаешь ли. Почему ты так одержим идеей разбудить пассажиров надежды? Потому что мы сбились с пути. Коллегия держит колонию за глотку и не дает дышать. А нас приучили беспрекословно подчиняться. На надежде полно специалистов разных областей. Ученых, инженеров и просто талантливых личностей. Ну как ты. Людей, которых коллегия не успела сломать. К сожалению, колонисты с надеждой провели в заморозке уже несколько десятков лет. Скажем так, срок их годности давно вышел. Только не обижайся. Да, но меня-то ты оживил, значит у тебя есть решение. Вот, ты начинаешь зреть в корень. Да, если верить коллегии и ее узколобым ученым, от тебя должна была остаться гора органического ила. Десять лет. Ровно столько среднестатистический человек может оставаться в гибернации. Вы же подверглись заморозке на несколько десятилетий. Теоретически ты вообще должен был пережить... Не должен был пережить процесс реанимации. Но общепринятые теории ошибочны. Ты живой этому доказательство. У надежды еще есть надежда. Ха, хорошо я скаламбурил, да? Да. Ну, хорошо, что будущее у людей надежды есть. Мы сделаем все, что в наших силах, чтобы спасти каждого из них. Лучше вернусь к работе. Чувствую, что кофеноид уже почти вывелся из организма. Так, город и звезды. Окей, окей. Но прежде чем мы в Византии отправимся... Это вот сумма к оплате. Это тоже в Византии делать. Так. Оружие бездны. Ну, давайте посмотрим, куда мы там со всеми этими квестами можем сходить. У нас квестов спутников еще до жопы аж девать некуда. Не око пьяна, а как неожиданно. Да. Так, давайте на первопроходец. Там у нас хватает дел. Так. Мне кого нужно взять на первопроходец с собой? Так, это на Сциллом. Так. Порвать и нужно взять. Так. Злосчастную кампанию я не доделал. Ммм. Так, ну ладно. Порвать и как минимум сюда возьмем. Как тебе вчерашний матч? Мне до сих пор не верится, что Армстронг перебежал через поле от зоны вторника. Да, Армстронг очень хорош. Чуть не снес голову тому парню с тазбольной клюшкой. Ну да, он же хакер. Это его работа. Рейнджеры рвут дорогушь, как котят. Бейтса выкинули из игры за слишком спортивное поведение в третьей половине матча. Так ему и надо. Да, слушай, Феликс, скажу честно, я не знаю, что такое зона вторника. Я не отлично и не отличу тендер от нападающего. По правде говоря, я вообще не понимаю тазбол. Ничего страшного, в этом нет ничего плохого. Я научу тебя всему, что знаю. Отлично, это просто шикарно. Скорей бы. Так. Совершенный болтер. Так, а что я убирал из оружия? Что-то просто забыл. Так, а, я вот, да, я электропушку снимал. Так, к Глэдис. Зачем нам Глэдис? Вот-вот начнется сегодняшний эпизод Детей Председателя. Будете со мной слушать? Мой техник думает, как провести глубокую очистку. Хочет выслужиться перед старшей Цзюнлей. А стоит ли об этом говорить? Я хочу купить печать коллегии для Удома. Ну, просто прелесть. Получайте удовольствие от обладания печатью. Не вздумайте использовать ее с серьезным лицом. Что-то еще? Для чего я ее купил, я уж не помню. А, точно. Сумма к оплате. А что мне по оружию бездны-то с ней делать? На терминале Хоттерна нашлась информация о черном рынке на первопроходце и Фолбурке. По всей видимости, в прошлом капитан использовал подобные связи для поиска редких предметов. У этих торговцев можно купить старые записи и архивные данные, чтобы искать... А-а-а, купить у нее. Все, я понял. Разбитый датапад Морпеха. Вот, да-да-да. Судя по толстому слою грязи и пыли, его не использовали уже более 10 лет. В старом датападе хранятся отчеты о происшествиях, с которыми столкнулись патрули Морпеха. Большинство записей посвящены штрафам и перебранкам между экипажами вольных грузовиков и кораблей корпорации. Но две записи так и не были закрыты. 7 августа 2344 года ответили на вызов с кодом ID10T, поступивший из «Последней надежды». Вера попросила нас вышвырнуть одну затонскую крысу, которая накачалась красной спектрольной водкой. Пьяный дурак сцепился с одним из людей инженера Теннисон. Мы вытурили ушлепкой и бросили его в затоне. Придурок сопротивлялся всю дорогу и обещал отомстить, когда заполучит силу молота. Если это какой-то маркетинговый трюк, Хаммер Смит, я точно доложу Саните. 25 октября 2344 года. Снова наткнулись на того ушлепка из «Последней надежды». Ума не приложу, как этому позорище удалось выползти из затона незамеченным. Он запер себя в ремонтном боксе стыковочного отсека 13 и отказывается выходить. Еще нес какой-то бред о чудесном оружии хаоса или подобной херни. Пока мы пытались с ним договориться, после смены мы оставили его и ушли. Рано или поздно этот болван сам оттуда вылезет. Ну вроде бы и все остальное нам не нужно. Ух ты, огнемет. 1200 урон. Так, посмотрите архив на терминале Хоторна. Картридж с данными, полученный от Гледис на первопроходцу, может пролить свет на местоположение научного оружия. Воспользуйтесь капитанским терминалом на безнадежном, чтобы посмотреть архив. На терминале Хоторна нашлась информация о черном рынке. Так, ну вот это мы сделали, да. Кстати, я тут могу же уже все взломать. Мне хватает навыка. А-а-а, ключи нужны. Так, ну ключи-то я бы у всех на самом деле из карманов вообще в легкую бы повытаскивал здесь. Так, давайте на безнадежный прыгнем. Наконец-то сдвину этот квест с мертвой точки. Так, идем. И тут я говорю, хорошо, тогда я отплачу тебе за все. С процентами. Круто, боюсь, бьюсь об заклад, у них коленки задрожали. Но вообще-то я не собиралась этого делать, просто хотела их припугнуть. Отплачу тебе с процентами, надо будет запомнить. Жаль, что тогда это не сработало. Так, провести поиск по архивному картриджу по слову оружие. Результат поиска по ключевым словам. Личные записи руководителя разведывательных работ. Капитан продал Харрису какой-то преобразователь и благополучно отчалил. А потом мы поняли, что железяка вообще не работает. Единственное, что в результате преобразовалось, это биты из картриджа Харриса. Эта штуковина похожа на какой-то прибор или может оружие. Может какой-нибудь ученый сумеет с ней разобраться. Результат 2. Доклад о происшествии от специалиста по безопасности. Доктору Калфиду спасти Лэма не удалось. Значит, придется арестовать Харриса за его убийство. Орудие убийства конфисковано. Пока что будет в кабинете Берти. Думаю, руководитель разведывательных работ должен хотя бы заполнить бумажки на эту чертову штуковину. Не представляю, где нам держать Харриса. Камер у нас тут как бы нет. Результат 3. Коронерское исследование. Имя Люмил, фамилия Геррифорд. Занятость, принудительный контракт. Срок контракта 35 лет. Время смерти приблизительно 18-27. Причина смерти. Удар тупым предметом. Орудие убийства неизвестно. Крепко отхватил по башке. Если точнее, по лицу. Исковеркано все так, что смотреть страшно. Нос в 5 раз больше, чем надо. Нижней челюсти, считай, вообще нет. Зубы все в кровь и вскользь. Но это похоже еще до смерти так было. Даже если его не убил сам удар, с такими повреждениями дышать не получится. Так, найти оружие на Сциле. На терминале Хоторон. Так, и в Фолбруке. Так, вот Фолбрук это интересное дело. Я бы сейчас туда смотался сразу. И там бы все купил. Так, на Сцилу. Фолбрук, Фолбрук. Странно, что он мне Фолбрук почему-то не отмечает. Да, на первопроходство у нас что-то делал. Сейчас вообще полно нам там. И подругу нашу надо повыгуливать, помыть мыло ей, купить. Плюс сумма к оплате у нас там тоже. Ждет своего выполнения. Так, кто здесь черным рынком занимается? Я кажется знаю, нужно идти к этому. Который нас киданул. Я не думаю, что я еще в этой серии этот пистолет попробую. Что-то как-то не до врагов я все хожу, болтаю со всеми. Да, че ты, блин? Кто тут еще торгует? Хороший вопрос. Так. Ну, в автоматах, я думаю, нет смысла пытаться это все найти. Кто тут спекулянты вообще главные? Не думаю, что я... Опа, я здесь был. Ну, судя по всему. Опа. Однако не был. Интересный поворотец. Так, может, у тебя продается что-нибудь? Я вижу, что ты еще в одной пице. Напомню, что все твои фрагменты должны быть укреплены. А, это страховой агент. Блин. Так, показать последние записи. Ахмед Бертуистал. Претензия утрата чести джентльменной репутации. Я заключил джентльменское пари с несколькими приятелями в Беллинкслие касательно природы и состава продукта от Просто Космоса под названием гудрожи с сыром. Я был уверен, что продукт на самом деле содержит настоящий гудрон, а мои же товарищи утверждали, что нет. И что же, изыскания показали, что я стал жертвой недопонимания. Откуда же мне знать, чем питаются простые заводские рабочие? Как может Просто Космос безответственно говорить в рекламе, что продукт содержит гудрон, если на самом деле его там нет? Удар по моей репутации нанесен просто чудовищный. Я понял, что не могу посещать привычные места, опасаясь косых взглядов и последующих насмешек. Моя честь как джентльмена поставлена под вопрос, как и природа моих отношений со скотом. Решение отклонить заявление не по форме. Заявитель забыл сказать волшебное слово. Утрата одного пальца. Я пять лет работаю на СИПИ в качестве помощницы оператора пилы. Большая часть предохранительных механизмов сломалась еще в прошлом году, а руководство так и не заменило их. В результате я на прошлой неделе лишилась безымянного пальца на левой руке. Решение отклонить несуществующий урон. Заявитель правша, так что нанесенная травма незначительно. Обновлена претензия. Пила, на которой я работала сорвалась, а видимо пила, на которой я работала сорвалась с крежей из-за того, что СИПИ пропускает плановое обслуживание. Авария стоила мне двух пальцев на правой руке и одной на левой. Отклонить. Травма по вине сотрудника у заявителя. Отсутствовал палец после предыдущего инцидента. Так. Утрата четырех пальцев. Последние смены на меня упало сразу несколько ящиков. И это уже лишило меня почти четырех пальцев на правой и двух на левой. Отклонить заявление невозможно прочесть. Помощница оператора пилы 16G Cartrite лишилась нескольких пальцев из-за небрежности при работе. Она не обратила внимания на предостережение о состоянии предохранительного оборудования. А ее состояние травмы снизили производительность завода и привели к долговременной головной боли у руководства из-за попыток выстроить новый график работы. Решение одобрено. Да, ну забавно. Забавно это было почитать. Ну показывай давай товары. О. В этом датападе хранится дневник Мерсена Коула, подрядчика субсвета низкого звена. В большинстве записей он ругает напарников и жалуется на то, что ему дерьмово платят. Последняя запись гласит, что бы мог подумать, что в какой-то странной лаборатории Ритца мы найдем этот вонючий газ Оливита. Ледовитый Оливита. Хрен знает, как он там правильно называется, но за него нам отвалят кучу битов. Кстати, какой кретин придумал добавлять его в сладости? Похоже, у старушки Герти и впрямь чутье, что надо. Не то, чтобы сказал я ей, она ведь бесится, когда слышит любые намеки на критику. Но весь товар мы одни не утащим. Тут нужен корабль, чтобы завести, вывести все с планеты. Будет здорово, если Лилия Хаген вышлет отряд. Вряд ли мисс Малин сама вытащит груз из Фолбрука. Я тут обрабатывал реми, подливая ему его любимый капустный эль. Подумалось, что если он чуток выпьет и подобреет, может выдаст мне пароль от этого места. Пока он и Герти проверяли алковитивый газ, я немного осмотрелась. Нашел старую шахту лифта. Там какой-то ботаник заначал новогоднее... А, навороченное оружие. Да, новогоднее. Штуковина наверняка стоит столько, что когда вернусь домой, стану сказочно богатым. Ну что, старина Мерсер, готов к переезду на Византии? О да. Реми и Герти не должны знать. Герти меня с потрохами сожрет и потребует свою долю. А вот Реми, это скорее грохнет меня, чем захочет что-то делить. На экране трещина, большинство кнопок не работают. Оплавились из-за плазмы. Почти все записи невозможно прочитать. На остальных можно различить только фрагменты. Капрал, Заубер. Вы получите повышение. Сообщить начальству о безопасности. Сандерс, не позднее 16.00. Транспорт предоставлен подрядчикам не из корпорации. Надежный. Продолжите путь пешком до исследовательской базы на востоке. Пункт назначения Фолбрук. Запись 2. Что за сраная дыра? Тоже мне база. Впредь буду отказываться от таких повышений. Если только в комплект не пойдет позолоченный. Опять потеряла чертову ключ-карту. Небось, хочет, чтобы я нашла. Лучше бы ухажера попросила. Хотя Пауэлл и ничего. Запись 3. Опять сработала эта обосранная раптами тревога. А я даже не испытывала оружие. Видела никогда подобного. Учка Чистити использовала его для розыгрыша. А, сучка Чистити использовала его для розыгрыша. Теперь Сандерс закроет его где-нибудь. И я никогда. Идеально подходит для сдерживания толпы. В городе легко поддерживать прядок. Остается лишь найти гел. Понятно. Ага, все, мы нашли все зацепки, да? И мы, кстати, походу нашли еще все оружие. И нам только на Сциллу осталось. Ух ты. Я случайно вообще это сделал, блин. Увидел плакат. Что-то вообще прям не думая, сразу подобрал его. Так, другое дело. Ну, в принципе, зачем бежать? Я сейчас просто в него телепортнусь. Несмотря на то, что тут идти не фиг делать совсем. Нам нужно сейчас тогда вернуться на первопроходец. Давай, что-то там грузишь так долго. Так, вези меня на первопроходец. Длин, на эту станцию еще загонять надо. Так, вези меня на первопроходец. Да. Продолжение следует... 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 С... Продолжение следует... 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 Есть и другие точки зрения. Некоторые говорят, что в Тасболе нужно работать головой, так что... Но так можно заработать сотрясение мозга. О, звучит опасно. Тасбол — это торжество риска. Взять тех же хакеров. Работа хакера — ломиться через оборону противника. Лучшего хакера в лиге зовут полегче Тейтум. На его счету 59 травм за три сезона. А почему его называют полегче Тейтум? А, это так ему обычно кричали арбитры, когда он впадал в кровавый угар. Прикольно. Так, мышка, хватит туда залезать. Блин, куда я вообще... А-а-а, я понял, где я. Да-да-да-да-да. Так, какая у нас следующая стадия? Поговорите с Парватем. Теперь пиро проходит в большую... Да-да-да-да-да-да. Вот твое мыло. Спасибо, капитан. Положу в безопасное место. В своих сообщениях Дзинлей говорила, что ее мама готовила запеканку с изнанки, блюда с монарха, китунецы и игольчатые ксеногрибы. А на десерт она подавала кексы-сердечки из-за миндальной пасты и восковых тыкв. Должно быть какое-то место в Стеллар Бэй, где готовят запеканку. И есть заведение в Каскаде, в городке Ритсо, неподалеку, где торгуют сладостями. Что-нибудь придумаем. Спасибо, капитан. Я знаю, что прошло многом, но я уверена, что это того стоит. О, у меня что-то есть уже с собой? Купите банные принадлежности, купите... А, ну понятно. Купите запеканку в Стеллар Бэй. А, ну понятно. Так-с. Не сегодня, Сэм. Я не готова к тщательной уборке. Ах, ну ладно. Один грязнуля. Не буду говорить, кто пролил на мой пульт лимонную хлопушку Ритсо. Так, вот посадочная площадка Стеллар Бэй. Капитан, мы находимся... Да-да-да-да-да-да. А еще мне интересно, так сказать, проспойлерить себе по этому квесту, правильно ли я выбрал мыло. И имеет ли это какое-то значение. Так, не кусайте солнца. Так, ну давайте где-то здесь из... Опа, вот она. Так, нарутаби. Угу, угу. Так, этот квест разблокируется. Есть три варианта мыла. Ну что-то тут, походу, ничего не указано по этому поводу. Вот еще одна вещь о Тосболе. Суть Тосбола в том, чтобы забивать голы. Забивать голы, понятно. А чтобы забивать, нужно пинать мяч. Кидать мяч или... Или забежать с ним в ворота субботы, если играешь в гостях. Ладно, то есть, если играешь дома, надо загнать мяч в ворота воскресенья. Ну, а чего тут непонятного? Ага. Его еще можно пнуть, это называется гол ногами. Или кинуть, это называется гол руками. Забег дается больше очков, но... Тебе... Тебя могут расколоть, хакнуть, забравить и дернуть. Можно уронить мяч в зоне среды, тогда все. Феликс, мы... Все еще про Тосбол? Ах, ну да, а ты как думаешь? Мой техник хочет попробовать запеканку с изнанки, вы можете ее приготовить? Очень популярное было блюдо лет 10 назад, или 20, до того, как коллегия поджала хвост и сбежала. Теперь все питаются одним китунцом. Все хотят шишкачины и грибов. Из-за всех этих монстров мало кто решается выйти за пределы города. Я могу ее приготовить, но это будет стоить денег. Вот меню. Ох, я столько не потяну, капитан. Запугивание 50. М-м-м. М-м-м. Ну, вообще, мы так всего 1000 битов сэкономим, но это фигня на самом деле. Ну так мы опыт еще, кстати, с одной стороны получим. Ладно, вы меня за идиота держите, никакая запеканка столько не стоит, попробуйте еще раз и постарайтесь получше. Что? Нет, капитан, я так не хочу. Ты прав, босс, я думаю, этот парень пытается нас нагреть. Может, заплатим ему парой разбитых коленных чашечек? Прекратите, вы оба. Ничего страшного, мисс, я в душе трус. Я это продемонстрировал с самого начала. Послушайте, капитан, это лучшее, что я могу предложить и при этом не разориться. Хорошо, 2000 звучит более чем разумно. А я уж как рад, что вы так считаете. Выпекаться будет около часа в печи, быстрее не получится, так что... Так уж устроена готовка. Ну вот, готово. А теперь, если не возражаете, мне очень нужно в туалет. У меня учит в животе данного запаха, мистер Рэймонд. Огромное спасибо. Приятно помочь, такой очаровательной юной леди. У вас добрая душа, мисс. Будьте с ним поосторожнее. Он у вас какой-то дикарь. Спасибо. Спасибо. Так. Точно в цель. Теперь твоя очередь. Тихо, капитан идет. Спрячь оружие. Веди себя естественно. Да, то, что надо. Какое мощное и чистое оружие. Вот здесь определенно не на что смотреть. Не знаю, как тебе удалось свести Зору и Санжара в одном помещении. Приготовление... Приготовленная мистера Рэймондом запеканка с изнанки пахнет просто восхитительно. Даже хочется попробовать, но я должна... Осторожнее с тем, что говорите при Феликсе. Он хороший, но слишком впечатлительный. Не хочу, чтобы он решил... Так, давайте сначала. Я не успел. Приготовленная запеканка пахнет просто восхитительно. Даже хочется попробовать, но я должна быть сильной. Осторожнее с тем, что говорите при Феликсе. Он хороший, но слишком впечатлительный. Не хочу, чтобы он решил, будто можно... Угрожать людям. Я не заставлял Феликса отправляться с нами. Я не хочу, чтобы он ранил людей из-за меня. Я хочу, чтобы он стал лучше. Смотрите, какие красивые кексы в каскаде делают. На них даже маленькие сердечки нарисованы. Думаю, обед готов. Спасибо за столь масштабную помощь, капитан. Ага. Всегда, пожалуйста, разве тебе не надо готовиться принимать дзюнлей? Я уже собираюсь, но тут подумала... У меня подготовлен замечательный обед и музыка, есть хорошее мыло, но мне совершенно нечего надеть, капитан. У меня подготовлен... Да-да-да. Ага. Хм, ну ты и так хорошо выглядишь. Так удобнее перебирать двигатель, это да. Есть одно место в Византии, бутик Желикер. Уверена, там можно найти одежду самого высшего класса. Ладно, зайдем туда. Спасибо, капитан. Знаю, я очень много прошу, но... Вы всегда мне помогаете. Вы лучше всех. Так, подождите. Сейчас я выпью водички для мозгов. Ну и Византия у нас уже точно не в этой серии будет, в следующей. Ну, это, кстати, предпоследнее... Блин, сколько идти-то сначала. Так, сейчас я выпью водичку для интеллекта. Телесные показатели, телесные. Феликс снова приглашает меня посмотреть приключенческий сериал. Это не мой жанр, но все равно мило с его стороны. Думаю, тебе лучше пойти по Рвате. Что? Вы хотите, чтобы я ушла? А, я в смысле это... Подождите. Я хотел ей предложить это... Господи. Подождите. А здесь у меня этот квест на какой стадии? А, найдите нарядную одежду. Господи, я ее с корабля сейчас чуть не выгнал. Я ей хотел, типа, предложить сходить посмотреть сериал этот, фильм, а не с корабля ее выгнать, сука. Да, неловко вышло. Даже если выпить на интеллект чего-нибудь, нам все равно не хватает показателя проницательности. Ну ладно, тогда оставим так, как есть, в принципе, пофиг. Ну, я единственное сейчас выберу не это, а хорошо, что у нас есть навиключ от Византии. И Кайри бы сказал, что это доказательство силы космического уравнения, а я думаю, просто 90% всех хороших вещей находится в Византии. Я знаю, что это безумие, капитан, но думаю, что мне туда надо. Я видела по эфирвизору женщину, которая там руководит. Ну, все, о которых она одевала, становились лучше, более уверенными в себе. Понятно. Отдали порвать и еду. Соответственно, этот квест у нас пока отходит на второй план. Сумма-коплате тогда берем. И летим туда. Интересно, по какому квесту нам, кстати, на эту станцию слетать надо? По-моему... По-моему, по квесту Ледяной дворец. Да, 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 да. Но мы его наставим на следующую серию. Тогда уж. Сейчас я туда не полечу. Так, ну, телепортнуться тут можно, но долго. Я уж так своими двумя быстрее добегу. Блин, за платье еще ей платить там или за вещи, какие она хочет. Мне удалось забрать вашу печать у Глэдис. Закон милостивый, у вас получилось. Вы мне жизнь спасли, как же мне вас отблагодарить? Так, дайте-ка взглянуть. Вот тут надо поставить печать, здесь подписать, и готово. Вот все документы, которые вам понадобятся в Византии. О, и навеключ, чтобы ваш корабль мог туда попасть. Разрешающие документы позволят вам пообщаться с Софией. Я немедленно отправлю ей сообщение, чтобы она знала о вашем прибытии. Она будет в восторге. А, что за София? Этот парень ведет себя так, будто близко знаком с Софией Аканды, а она правая рука председателя. Да, именно мисс Аканды, именно та, что должна была взять под крыло кого-то с вашими талантами и характером. Она может вести вас в курс дела по всем операциям коллегии в этой колонии и полностью задействовать ваши таланты. Ага. Так, ну и появляется у нас квест кукловоды. Понятно, ладно. В принципе, все. На этом мы завершаем тогда. В следующей серии мы отправимся делать Ледяной Дворец. Все остальные задания у нас. Византии. Город снобов и элиты. Элит, с которым приятно бить. Ого, Византии. Как здесь, как-то здесь людно. Че? Мы же еще не здесь. Так. Да, как я сказал, что пора уже заканчивать. В следующей серии мы отправимся в этот Ледяной Город. Там побродим, поделаем дела всякие. Благо нам действительно есть чем там заняться. В принципе, вот. Так что на этом мы прощаемся. Я благодарю всех за просмотр. И пока-пока. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...